Так, не думал я, что так быстро закончится. Не мыслишь, что толково борозу, что ты своришь. А? Есть свидетельства? А, хорошо. И я хотел бы тоже так коротко поделиться. Бих искал кратко да споделил. Это не проповедь, это больше мысли. Това не проповедь, това поскоро со мысли. Ну, кое-что я из Писания хочу прочитать. Искам нечто и от Писанието да прочита. В подтверждение своих мыслей. В подтверждението на своите мысли. Это написано в притчах Соломона. Това пиши в притче на Соломон. 29 глава. 29 глава. Второй стих. Второй стих. Это на проекторе нету, да. Потому что так с экспромтом. Здесь написано, когда умножаются праведники, веселится народ. А когда господствует нечестивый, народ стенает. Знаете, я сегодня... Да, немножко подождем сейчас перевод. Притчи 29 глава. Когато праведники са на власть, людети се радват, но когато нечестивые от началства ува, людети воздищеват. А, еще ниже. Седьмой стих. И по нататок седьмий стих. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивые не разбирают дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Десятый стих. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивые. Седмий стих. Праведният внимава съдбата на бедните и нечестивият, няма даже разум за да узнае. Десятый стих. Кривопийцы, мъже им разят непорочные, но праведните се грижат за живота му. Безумният изригва целия си гняв, а мудрят го задържа и го укроцява. Ако слушает правитель от ложливи думи, то всичките му слуги стават нечестиви. Четырнадцатый стих. Если цар судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Четырнадцатый стих. Когато цар съди вярность и ромаасите, престол от му ще бъде твърден за винаги. Смотрите, как говорит шестнадцатый стих. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава, но праведните ще видят паданието им. И восемнадцатый стих. И восемнадцатый стих. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон, блажен. Так писал мудрейший человек на земле Соломон. И так оно и есть. Така и е. Это исторический феномен, факт. Това е исторический феномен, факт. История, мы знаем, она по спирали повторяется. Знаем, че историята, като спирал, се повторя. Но только в последнее время это будет все настолько геометрически умножаться. Но през последнее время геометрически ще се умножава. Что практически заполнит всю землю. Което означава, че ще запълни цялата земя. Вы знаете, сейчас мы видим такое безумие, да? То, что происходит на земле. Сега виждаме едно безумие, което се случва на земята. И у меня складывается такое впечатление, что все человечество приняло решение провести такой эксперимент. Имам чувство, че всякость цялото человечество решило да направи някакъв эксперимент. Ну а что будет, если к власти придут нечистивые? Какво ще се случи, ако към власти ще дойдат нечистивите? Ну подумаешь, они все бесплодные. Може би те са бесплодни. Прокляти. Прокляти. Как безводные облака. Като безводни облаци. Туда-сюда летают. Насамно там летят. С трансгендерной политикой. С трансгендерной политикой. Уже непонятно, кто они. Они мужчины или женщины или гермафродиты. И веченеце разбирам мужей, женей, гермафродиты леса. Ну ничего страшного, они же никому не вредят. Ничто страшного, нали не вредят никого? Ну подумаешь, лесбиянки. Може би... Лизби. Лизбийки, ЛГБТ. Ничто страшного, они же никого не убивают. Нали не убивают никого? Ну вы знаете, по писанию это проклятие. Это Содом и Гамора. Что мы сегодня видим, это умножение Содома и Гамора по всему лику Земли. И приходит власть дьявола. Буквально. Вы знаете, по Писанию, это уже Новый Завет говорит. Для чего приходит Сатана? За какого идва Сатаната? Написано, Сатана, дьявол пришел. Для чего? Для того, чтобы украсть, убить и погубить. Потому что он от начала есть человека-убийца. Смотрите, мы живем в такое время, как много людей сейчас погибает везде. И мы все понимаем, что это только начало. И это умножается. И конца и края этому нет. И няма конец и края за това. Потому что власть и кто? Защото при власть и кой? Безбожные, нечестивые люди. Безбожные, нечестивые люди. И мы все это допустили. И ние всички това го допуснахме. Мы за это голосовали. Ние гласувахме за това. Мы это выбрали добровольно. Ние го избрахме добровольно. Вы можете мне сказать о том, что выбор уже давно куплен. Може да ми кажете, че избора отдавна е куплен. И уже давно ни у кого нищо не спрашивает. И отдавна никой нищо не го питат. Выбирает кого хотят. Избират когото си искат. Но тогда давайте будем продолжать дальше. Равнодушно наблюдать. Равнодушно да гледаме. Как погибают миллионы. Как умират миллиони. Как инфекции распространяются. Как се распространяват инфекции. И так далее и тому подобное. И така нататък. Но что мы можем сделать? Но какво можем да направим? Знаете, Писание говорит, без откровения слышно народ не обуздан. Писанието казва, где то няма пророческо видение, людьете се разъздават. Это, я повторяю, притчи. 29 глава. 18 стих. Дает выход. Дава исход. Очень важно иметь откровение. Много е важно да имаме откровение. Видение от Господа Бога. Видение от Господ Бога. Вы знаете, если в Ветхом Завете были такие мужи, такие жены. Ако в Стария Завет са били такива мъже, жени. Кои могли что-то сказать царю. Които са могли да кажет нещо на царя. И царя от этого слова просто мог даже умереть. И царя от этого слова може ще да загине. Новый Завет называет нас пророками Нового Завета. Новия Завет не нарича пророци на Новия Завет. Или самый больший пророк Ветхого Завета. Или больший пророк Старого Завета. Но Иисус Христос говорит о нас, что мы более Его. Но Иисус Христос казва, че ние сме повече. Повече. Мы можем что-то связать на земле. Ние нещо можем да завържем. Это будет связано на небесах. И това ще е завързано на небесата. Это слова Господа Иисуса Христа. Това са думите на Господ Иисус Христос. Мы можем что-то развязать на земле. Ние можем нещо да развържем на земята. Это будет развязано на небесах. Амин или не аминь? Амин или не аминь? И смотрите, а соблюдающий закон будет блажен. А соблюдающий закон будет блажен. Это тоже 18 стих. 28 стих. 29 глава притчи. 22 глава. Мы блажены, когда мы, вы знаете, мы на сегодняшний день не ветхий завет исполняем, не ветхий закон, не старый закон. Не смей блажен, не сега не исполняем и старый закон. Сегодня мы исполнители совершенного закона. Закон на благодати. Закон на Христово. Аминь. Законите на Христос. Аминь. Это более высший закон. Това и по-висок закон. Потому что мы сегодня благословляем проклинающих нас. За что-то днес благословим и кое-то не проклинат. Мы сегодня любим наших врагов. Днес обичаме враговетени. Мы можем что-то сегодня провозгласить. Можем днес да провозгласим нечто. И если мы это делаем во Христе Иисусе, это тут же происходит. Знаете, кто-то очень хорошо сказал. Безполезно воевать с тьмой. Безполезно погасить тьму. Каким-то образом ее уничтожить. Какой выход? Очень важно просто быть светом. Светом во Христе Иисусе. Потому что об этом свете написано. Куда этот свет приходит? Оттуда тьма убегает просто. Его свет победил всякую тьму. Уже победила. Скажи, Иисус уже победил. Кажи, вече Иисус е победил. И наша задача е являть в этот свет на всяком месте. И наша задача е да являваме тази свет, тази светлина навсякъде. Являть Иисуса везде как победителем. Да проявяваме Иисус навсякъде как победител. Я сегодня произнесу апленное такое пророчество. Днес ще ви произнесу едно пророчество, определено. Претендую немножко на то, что пришло в духи. Претендирам, че е дошло в духи. Я вижу. Виждам. Что произойдет беззаконие по всему люку земли. Че ще се случи беззаконие по цялата земя. Потому что это написано. Защото така пише. В 24 главе Евангелия от Матфея. В 24 глава на Евангелие от Матфея. Все это прописано. Всичко това пише. Мы, люди. Все человечество. Добровольно допустило это. Мы согласили, что к власти пришли нечестивые люди. Которые будут творить полное беззаконие. Которые будут распространять инфекции. Ще ги распространять. Как профессор медицина я об этом авторитетно заявляю. Като профессор на медицината авторитетно заявляю за това. Инфекцию сейчас распространяют. Инфекцията сега я распространяват. Умножают ее действия. Умножают нейното действие. Усиливают ее. И параллельно убивают иммунитет людей. И параллельно убивают иммунитета на хората. Че как можно больше людей умерло. Че още повече хора да умрат. И это все происходит. И многие из докторов об этом уже знают. И това се случва. И многото лекари го знаят това. И не делают в этом отношении абсолютно ничего. И нищо не правят по това отношение. И даже наоборот содействуют. И даже содействат. Будут умножаться войны. Ще се умножават войните. Будут умножаться искусственные землетрясения. Ще се умножават искусствените землетрясения. Потому, что они уже научились создавать эти землетрясения. И много людей погибнет. И люди будут на это смотреть, смотреть и смотреть. И хората ще го гледат, ще го гледат, ще го гледат. Свидетели вот этих масовых убийств. Геноцид. Пока, наконец, не припрет. Пока, наконец, не дойдет до крайности. И потом уже только начнется. по Священному Писанию. И опять же это написано в Евангелии от Матфея 24 главе, где Иисус Христос говорит, но это еще не конец. Народ восстанет на народ. Войны по местам. Голод. Моры. Землетрясения. Но это еще не конец. Но това не е края. И потом Евангелие достигнет края земли. Когда до каждого человека дойдет. До каждого из нас дойдет. До всеки един от нас ще стигне. Потому что надо что-то делать. Надо пробудиться для Бога. Надо наконец стать на сторону Бога. Надо наконец начать молиться. Най-накрая да започнем да се молим. Наконец стать и сделать что-то хорошее. Да застанем и да направим нечто доброе. Что-то созидательное. Нечто созидательное. Всякое зло победит добром, как написано. Всяко зло, всяко зло, зло ще бъде победено от добро. Всякою ненависть победит любов. Всяко не умразащие победим с любов. Всякое непрощение прощением. Всяко непрощаване с прощаване. И победит дьявола на всяком месте. И да победим дьявола от всички места. Любовью Иисуса Христа. С любов на Иисус Христос. Потому что тот, кто во мне. За что-то този, който е в мене. Он больше того, кто в этом мире. Той е по-голям от този, който е в този свят. И это Он. И това е Той. Иисус Христос. Победитель. И тогда по всей земле начнется что-то обратное. И тогава по цялата земля ще започне нещо обратно. Начнется последняя волна самого мощнейшего пробуждения. Ще започне последняя волна на най-мощното освобуждение. Которая окутывает всю землю. Която ще запълни цялата земя. И дойдет до края земли. И ще стигне до края земята. То есть началось от Иерусалима. То есть започнуло и в Иерусалим. А пойдет всю землю. Ще обиколе цялата земя. И с другой стороны опять же дойдет до Иерусалима. И от друга страна пак ще дойде в Иерусалим. И Писание говорит послание к римлянам. И Писание то казва в посланието к римляне. Что когда войдет полно число язычников. Че когато влезе полното число на язычниците. Весь Израил спасет. Целия Израил ще се спаси. Каждый еврей во-первых увидит. Всеки евреи първо ще види. О том, что все уже верят в этого самого главного еврея. Че всички вече верят в този найглавний еврей. Имя которому ешо о машеях. Имя то на който ешо о машеях. А мы евреи не верим в главного еврея. Они евреи не верим в найглавний еврей. Который все сделал всех, сделал евреями. Което направил всички евреи. А мы получается не евреи что ли? Они не смели еврея тугава. И тогда весь Израиль спасется. И тугава цели Израил ще се спас. Знаете, вот у меня нет ни малейшего сомнения. Нямам ни то едно сомнение. Что так будет. Че така и ще бъде. Потому что во-первых так написано. Защото първо така пише. А во-вторых, потому что это уже происходит прямо сейчас у нас на глазах. А второ, че това вече се случва. Право предучитение. Тотальное безумие, нечестие и беззаконие. По всему люку земли. И что от этого можно спастись? Только Бог может от этого спасти. Само Бог может да не спаси от това. И мы. И ние. Те, которые уверовали. Те, которые восстали. Те, которые встали в Слово. Те, которые пробудились. И те, которые са се събудили. И открыли духовные глаза. И са утворили духовните си очи. Духовните уши. И самое главное, открыли свои уста. И най-важно, то отворили си уста. И начали говорить слова, как слова Божии. И започнали с доказвать думи, като Божиите думи. Знаете, от книги Откровения написано про двух пророков. В книгата на Откровение пише за двама пророци. От два человека восстало. Двама человека са восстали, не ли? Они что-то говорили. Нечто са казвали. И происходило невероятное поражение. И се случвало невероятное поражение. Встане врага. В лагеря на врага. У них не было оружия. Нямали са уръжия. Не было атомной бомбы. Не са имали атомни бомби. Не было ядерно вооружение. Не имало ядерно уръжие. У них были просто праведни сердца. Имали са просто праведни сердца. И уста, которые они вручили Господу. И уста, които са вручили в Господ. Они просто говорили. Они не просто говорили, конечно. Не са просто говорили, естественно. Они говорили слова Божьи. Говорили са Божьей эти думи. И пришло мощное поражение. И дошло мощное поражение. Встанен нечестивых. Смотрите, что может сила Иисуса Христа. Поглядните, как вы можете сила на Иисус Христов. Что мы можем делать в Его святости. Как мы можем направить в неговата святость? В его правде. В неговата правда, истина. В его оружие. В неговото оружие. Есть язык. В неговото оружие и язык. Которое написано, есть меч обоюдоострый. Което. Острый меч. Много острый меч. От двете страни, да. От двете страни. Можешь сказать слава Богу сегодня? Можешь ли докажешь слава на Бога днес? Кто-то примет сегодня, кто-то не примет. Някой ще приеме, някой няма да приеме. Важно просто поверить. Важно е да повярваш. В Слово Божие. В Божието Слово. Я сегодня не призываю верить в какую-то человеческую, знаете, мысль или мнение. Днес не Ви призывавам да вярвате в човешка мисла. Но если это имеет полное отношение, отражение в Священном Писании. Но ако това има полное отразяване в Божието Писание. То оно обязательно исполнится. То това задължително ще се исполни. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Слава нашему Господу Богу. Слава на нашу Господу Богу. Так. Песня? Сейчас спою, да? Давайте дальше по программе. Слава Богу.